Утром 3 июля 1791 года осадные батареи русских войск под командованием генерал-аншефа Ивана Гудовича начали мощную бомбардировку крепости Анапа с последующим за артиллерийским ударом штурмом. Гарнизон укрепления отчаянно сопротивлялся, уповая на то, что мощную, построенную на мысе крепость еще никому не удавалось захватить. К тому же через два дня ожидалось прибытие турецкого флота. Но Иван Гудович не зря долго и тщательно готовился, уже днем крепость пала. По приказанию генерала Анапские укрепления были срыты до основания, батареи взорваны, колодцы засыпаны, дома сожжены. От крепости остались только ворота. В ходе русско-турецких войн Анапа захватывалась русскими войсками еще четыре раза, пока не была окончательно присоединена к России в 1829 году. Уже через 37 лет город Анапа стал курортом. С этого времени его регулярно осаждают многочисленные отдыхающие, обменивающие свои сбережения на морской загар и ласковую черноморскую волну. А ворота так и стоят, напоминая о героизме и упорстве русских солдат. 3 июля в Анапе малооблачно, температура воздуха около 30 градусов. В нашем регионе воздух прогреется до 30-33 градусов. Восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Ночью ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха 23 градуса, незначительная облачность.